Народ, кто еще не зарегился? Подходим, регистрируемся. Андрей никогда не любил сидеть в кафе или кинотеатре. Свой досуг молодой человек всегда посвящал ночным играм. Однако самому разгадывать загадки и бегать по Москве с фонарем в конце концов надоело. Тогда Андрей переквалифицировался в организатора. Нам это нравится, нам нравится то, что к нам приезжают. Нам нравится делать для людей такие интересные вещи, чтобы они не просто там где-то пили пиво или, не знаю, как-то там проводили время, а это именно, правильно сказали, экшен, это драйв, это адреналин. В этот раз Андрей и его коллеги подготовили для участников три объекта или локации, как их называют игроки. На них будет спрятано несколько десятков входов. На то, чтобы собрать их, у участников будет пять часов. Без десяти двенадцать организаторы проводят финальный инструктаж. Кто первый раз? Есть таких, кто первый раз сегодня? Значит, что такое знаки? Знаки у нас сегодня выполнены по трафарету. Обратите внимание, вот так выглядит знак. Далее игроки получают загадки. В ней зашифровано несколько адресов. Это первый этап игры. Задача как можно быстрее найти ответ. Как только становится понятно, куда нужно ехать, игроки выбирают самый короткий маршрут и стараются первыми добраться до пункта назначения. Да интересно. Целые пять дней на работе сидим в тёплой машине, в тёплом офисе и так далее. А здесь вот что больше всего нравится? Тут всё нравится. Атмосфера, участие, не знаю, всё, короче, нравится. Игровое поле или локация по правилам игры должна быть обязательно заброшенным объектом, будь то дом или старый бункер. На её территории организаторы размещают коды, набор чисел, которые нужно собрать игрокам. На локации игроки должны быть очень внимательны. В любой момент можно разбить голову о балку на низком потолке или провалиться в дырку в полу. Находясь в таком подземелье, нужно быть крайне осторожным. Организаторы даже пишут специальные стоп-метки. Это вот такое обозначение, которое запрещает проход в особенно опасное помещение. На одной локации бывает спрятано от 3 до 20 кодов, причём пишут их в самых непредсказуемых местах. Обозначение может оказаться на трубе под самым потолком или в груди мусора на полу. Для того, чтобы найти метку, может уйти от 10 минут до целого часа. И в итоге, наконец-то, например, в тыльной стороне зеркала находится долгожданный код. Стоимость участия в такой игре составляет 1000 рублей с каждой машины. Из этой суммы формируется призовой фонд. Три команды, набравшие большее количество кодов и занявшие призовые места, получают вознаграждение. Но, по словам участников, их привлекают не деньги, а сам процесс игры. Антон Кутузов, Максим Брагин и Иван Марашов. Москва 24. Восторг 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 В